13 января примерно в 20 часов на пульт диспетчера поступил звонок, горит дом по улице Фрунзе, 14. Бушевавшее пламя вырвалось из окон и привлекло внимание соседей, которые вызвали спасателей. На момент пожара в многоквартирном доме не было никого из жильцов, поэтому запоздавший звонок в дежурную часть позволил огню вольно себя чувствовать в старом здании. Чай попили, семечки пощелкали, рыбу поели. Я иду сюда, ребята каледуют соседние пацаны, говорят, а у вас дом горит? Я говорю, а иди ты. Я подумала, шутят. Подхожу, вот такой дымин, а даже во двор войти невозможно было. Турлочные стены, пустоты в обшитых досками перекрытиях давали возможность огню подниматься все выше. Несмотря на молниеносное передвижение стихии, пожарным расчетам удалось быстро локализовать горящую квартиру и погасить бушующее пламя. Полы разбирали для того, чтобы исключить распространение пожара. То есть проверяли, так как здание пустотное, проверяли, не ушел ли огонь по пустотам на второй этаж. Хозяйка квартиры, где возник источник огня, а также о случившемся узнала от соседей. Вечером женщина была на работе. Соседи увидели, что из окна прям пламя уже до второго этажа, а рамы горели, на втором этаже начали гореть. Вот мы подъехали, я видела, что рамы на втором этаже горят. Под крышей не было ничего. Потом началось... Мы приехали, ну было минут, наверное, 28-го, полуосьмого. Ну обычно два до стола часа он наступится. Ну никогда никаких проблем у нас не было. Он не нагревается даже сильно. Тогда закрываешь трубу, тогда он начинает греться, греться и давать... Что стало причиной пожара, выясняет следственная группа. Причина пожара в настоящее время устанавливается по факту пожара, проводится дознание органам государственного пожарного надзора. Ориентировочно одной из версий рассматривается неисправность отопительного оборудования, либо электрооборудования данного здания. На момент пожара в здании не было людей. Никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью не существуют, но погорельцы подсчитывают нанесенный ущерб. В зимнее время, когда многие отапливают свои дома и квартиры с помощью электроприборов, необходимо помнить о правилах безопасности. При понижении температур как можно меньше нагружать электрооборудование, как можно меньше нагружать свои отопительные системы. Провести проверку дымоходов, отставить, убрать от отопительных приборов, расположенные поблизости, легковоспламеняющиеся и горючие предметы. Ни в коем случае не допускать использования нестандартных, не заводского применения электронагревательных приборов. Ни в коем случае не применять нестандартных плавких вставок, как мы называли ранее, жучки в предохранителе. Электроприборы, домашние сборки, незатушенная сигарета, оставленные без присмотра, обогреватели могут стать причиной большой беды. Будьте бдительны.